Давайте поднимем руки и воздадим Господу хвалу и поклонение, и просто благословим Его имя. Благослови, душа моя Господа! Благослови Господа! Благослови Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Скажите громко, я благословлен. Главное благословение работает во мне сейчас. Во мне прибывает больше, чем достаточно. Силы, чтобы благословить всю землю. Я решительно настроен делать свою часть работы. Что ж, еще раз воздайте Господу хвалу. Аллилуйя! Аллилуйя! И сделайте то же самое, что вы делали на прошлом собрании. Повернитесь как минимум к трем разным людям и скажите, я благословляю вас во имя Иисуса. Аминь. Давайте обратимся к четвертой главе послания к римлянам. Римлянам 4.13. Ибо незаконным даровано Аврааму, или семени его, обетование, быть наследником мира, но праведностью веры. Теперь 16 стих. Итак, по вере, чтобы было по милости, или по благодати. На прошлых собраниях мы читали определение богатого в 9 главе 2 послания к римлянам. В 8 главе говорится, что вам также нужно изобиловать и этой добродетелью, или благодатью. Ибо Иисус, будучи богат, обнищал, дабы вы обогатились его нищетой. И благословение Господне обогащает. Аминь. Поэтому мы начинаем кое-что здесь видеть, когда апостол Павел Духом Святым сказал им, «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью». Затем в 4 главе послания к евреям говорится, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». С дерзновением. Смело приступайте к престолу благодати. Там не говорится, «Смело приступайте и падайте перед престолом благодати». Там не говорится, «Приползайте к престолу благодати». Там говорится, «Смело приступайте к престолу благодати». Это значит, приходите туда и садитесь. Вы являетесь частью этого. И обретите милость и благодать для помощи в момент нужды. Получите милость и обретите благодать для помощи. Всякую благодать. И смотрите, вот ключ к благодати. Итак, по вере, чтобы было по милости, или по благодати, дабы, или Бог делает так с той целью, чтобы обетование было непреложное для всего семени. Всего семени. Вы можете не открывать сейчас это место, поскольку мы остановимся на нем позже. Но помните послание Галатам 3.29. Если же вы Христовы, а стихом вышесказанное, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, это не имеет никакого отношения к этому естественному миру, что бы там ни было. Если же вы Христовы, если вы принадлежите Иисусу Христу, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Обетование. Скажите это. Обетование. Итак. Как написано. «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим или оживляющим мертвых и называющим несуществующие как существующие». Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя Твое. Отец многих народов. Отец многих народов. Вера является активатором главного благословения. Вера Авраама привела в действие благословение Авраама. И она по-прежнему это делает. «Авраам является отцом веры всех нас». Аминь. Она по-прежнему это делает. Вера Авраама по-прежнему приводит в действие главное благословение. «Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа распространилось на язычников или распространилось на народы, чтобы нам получить обетование Духа». Какое обетование? Я только что его прочитал. Мы с наследником мира. Оставайтесь со мной. Мы здесь над чем-то работаем. Аминь. Аллилуйя. Вера. Основной принцип веры начинается с веры во что-то, чего вы не можете видеть или чувствовать. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Основной принцип — это называть несуществующее как существующее. А что за этим стоит? Мы усвоили это как правило веры. И мы делали это, потому что именно так оно и работает. И потребовалось много времени, чтобы заставить ваш разум это делать. Но мы усвоили это, и мы держались этого, пока не научились этому. Но теперь вы уже достаточно возросли и должны знать почему. Потому что когда вы называете несуществующее как существующее, в тот момент, когда вы делаете это верой, главное благословение приводится в действие. Ангелы приводятся в действие. И оно начинает создавать Эдемский сад там, где вы находитесь и где вы проговорили. И оно будет работать с 24 часа в сутки, если вы просто будете держать свой болтливый рот на замке. Вы теперь можете это видеть? Вы можете видеть? Что в это вовлечено? Понимаете? Иисус сказал, «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Это работало. Он не продолжал много и утомительно говорить и молиться какими-то долгими молитвами. «О, Боже, помоги мне! О, помоги! О, помоги!» Нет, Он просто сказал это. Что Он сделал? Он назвал несуществующее как существующее. В дневное время там рыбу не ловят. Это несуществующее. Он назвал это как существующее. Мы ловим. Аминь. Мы ловим рыбу в любое время, когда говорим это. Но вы говорите здесь сейчас о главном благословении без меры. мы должны начать ходить в нем в мире. И не потому, что Бог что-то от нас удерживает, а потому, что мы слишком невежественны. Недостаток знания, недостаток видения. Но мы возрастаем. И мы намного сильнее, чем мы думаем. Потому что мы научились уповать. Мы научились ожидать. И сейчас... Помните тот пример с часами, который я приводил? Если вы собираетесь быть часовщиком, вам придется узнать обо всех их частях, изучая их по одной. И пока вы учитесь тому, как собирать эти маленькие часики, изучаете все то, что находится внутри этих часов, вы можете делать много ошибок. Потому что никто не зависит от ваших смешных маленьких часиков. Вы еще учитесь. Вы еще просто ученик. Аминь. Вы еще только начинаете. Но наступит время, когда вам пора уже будет начать изготавливать часы. И им лучше точнее показывать время. Аминь. Это время изготовления часов. Послушайте, мы сейчас что-то изготавливаем. Бог посылает нас в этот мир ходить в благословении без меры. В полноте благословения. И мы, то поколение, от которого это требуется. Аминь. Именно поэтому все те, кто шел впереди нас, попадая на небеса, первым делом осознают. Боже мой, как бы мне хотелось быть на земле среди них. Они смогут увидеть, как все это одновременно работает вместе. И это то, где мы сейчас. И так вера называет несуществующее, как существующее. И просто для того, чтобы напомнить вашему разуму кое-что о вере, ваш разум говорит, я не могу. Я не могу верить во что-то, чего я не могу видеть. И ваше тело с ним соглашается. Но ваш дух говорит, я могу, это моя работа, замолчите и уйдите с дороги. Ваша вера находится в вашем духе. Ваш дух будет в это верить, если это есть Слове Божьем. Аминь. Ваш дух может ухватиться за что-то, что говорит Бог, и чего он не может видеть, чего он не может понять и даже не знает, правильно это или нет. Но если Бог сказал, что это правильно, и все, что мне нужно делать, это говорить это и применять мою веру в это, и оно будет созидаться внутри меня, и я знаю, слава Богу, что это осуществляется. Вы размышляете над этим день и ночь, и вы будете понимать, как делать то, что Бог призвал вас делать. Это то, что Бог сказал Иисусу Навину. Теперь давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. Мы повторяем тему веры. Я напомню вам, пока вы открываете Евангелие от Иоанна, мы обратимся к 20-й главе Евангелия от Иоанна. Вы помните, классическое, неприходящее учение Иисуса о вере. Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам. Потому говорю вам. И я хочу, чтобы вы обратили внимание. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это небольшое условие. Он дал им принцип веры, и затем он взял и использовал его. «Потому я говорю вам, все, чего вы не будете просить в молитве, вы верьте, что получите, и будет вам». И он сказал, здесь есть некоторые условия. Когда вы молитесь, прощайте. Главное благословение зависит от любви. Если вы будете ругаться, ссориться и злиться, когда люди гонят вас, и чем больше вы будете об этом узнавать, тем больше вас будут гнать, потому что дьявол будет изо всех сил стараться остановить вас. Он знает, что вы собираетесь делать. И если вы будете злиться и отвечать тем же, он поймал вас. Вы ничего не сможете сделать. Главное, благословение перекрыто. Вы можете исповедовать все, что хотите, но невозможно раздражаться и гневаться, и в то же время ходить в этом, поскольку вы должны возложить все заботы об этом на Господа. Аминь. Но как я это сделаю? Иисус сказал, возложите все ваши заботы на Меня. Смирите себя под крепкую руку Божью, возлагая все ваши заботы на Него. Позвольте у вас кое-что спросить. Если Его Слово требует, чтобы вы это делали, для того, чтобы ходить в смирение, поскольку в следующих стихах очень ясно говорится, Бог гордым противится. Это тем, кто пытается позаботиться о своих заботах. Они по-прежнему пытаются идти путем печали. И Он дает благодать. Что мне сказать? Смиренным Он дает благодать. Это Слово Божье. И вы возлагаете свои заботы на Иисуса. Кто-то пишет о вас в газете грязные статьи. Кто-то сплетничает о вас у вас за спиной. Кто-то говорит о вас всякие гадости из-за цвета вашей кожи. Цвет вашей кожи не имеет к этому никакого отношения. Никакого. Наслаждайтесь им. Неважно, кто и что о нем говорит. Это не имеет к этому никакого отношения. Но говорю вам прямо сейчас. Когда люди начинают так поступать, не читайте эти глупости. Вы должны быть достаточно далеки от этого, чтобы в любом случае выбросить эту газету. Эти люди ненавидят вас. зачем вы продолжаете читать то, что они пишут? Я не имел в виду, что они все вас ненавидят, но в большинстве случаев те контакты, которые у нас были с нечестивой частью прессы, это были люди, которые ненавидят вас. И Иисус сказал, почему вас это должно удивлять? Они ненавидели меня. И дело не в вас. Иисус сам сказал в четвертой главе Евангелия от Марка, что гонения приходят за Слово Божье. Сатана пытается остановить Слово Божье в вас, так, чтобы он мог помешать Слову Божьему работать в вас и помешать этому благословению встать у него на пути. В этом-то и все дело. Дело не в газете, дело не в сплетнях. Дело не в том, что кто с кем ссорится. Дело в Слове Божьем. Если вы придете к Господу Иисусу и скажете, «Я возлагаю всю эту ситуацию и все эти разговоры на тебя, я больше не собираюсь это трогать». Если он не возьмет это на себя, будет ли он милостивым и верным первосвященником? Нет. После того, как он потребовал это в Своем Слове, ему придется взять это. и что вы могли бы сказать о ситуации, заботу, о которой вы возложили на него, и он ее взял? Давайте, давайте, давайте. Это не коварный вопрос. Что он ответил прокаженному, который пришел к нему и сказал, «Господи, я знаю, что ты можешь, если ты хочешь. Ты можешь меня очистить. Ты можешь сделать меня целостным. Ты можешь исцелить меня?» Что Иисус ответил? «Хочу». Скажите это еще раз. Скажите это немного громче. Следовательно, это его воля для всех людей во все времена. У него нет одной воли для него, а другой для вас. Он нелицеприятен. Так насколько же больше, если это что-то в отношении чего послушно Слово Божьему в какой-то заботящей вас ситуации, вы приходите к нему и говорите, «Я возлагаю заботу обо всем этом на тебя. Я возьму эту заботу на себя». Что произойдет, если, например, я собирался что-то сделать, и брат Мак сказал, «Кеннет, не беспокойся об этом, занимайся своими делами, я позабочусь об этом». «О, спасибо, Мак, я действительно ценю это, я занимаюсь своими делами». И кто-то говорит, «Я думал, ты должен был». Я отвечаю, «Нет, нет, нет, брат Мак сказал, что он позаботится об этом, этим уже занимается». И я не еду по дороге, задаваясь вопросом, «Я надеюсь, Мак позаботится об этом? Я надеюсь, наши дружбы все в порядке? О, я просто, Боже, я просто, о, о, что это?» Это недоверие и сомнение по отношению к моему другу Маку Хамонду. Так насколько же хуже, когда вы не верите Иисусу, тогда как он сказал, что позаботится об этом? Он позаботится об этом. Он с самого начала никогда не планировал, чтобы вы несли на себе эту заботу. Он планировал, что вы перестанете тяжело трудиться в поте лица и будете использовать свою веру и будете иметь веру в это благословение. Я собираюсь закончить на этом сегодня. И у нас будут еще служения завтра и воскресенье. Я хочу, чтобы вы знали, завтра и воскресенье мы возьмемся за твердую пищу. Мы поможем вам мельком взглянуть в то хранилище, где хранятся исцеления и чудеса, где хранится спасение ваших детей и вашей семьи, где хранится все золото небес. Я восполню ваши нужды по своему богатству в славе, говорит Господь Бог, которое не на небесах. Его слава здесь, прямо сейчас. Оно все здесь. Слава Богу. Я сказал вам открыть Евангелие от Иоанна. И мы прочитаем это, и затем мы перейдем к этой другой сфере. Взгляните на стих. Давайте прежде всего обратимся к 24 стих. 20 глава Евангелия от Иоанна, 24 стих. Фома же, один из двенадцати, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, мы видели Господа. Но Он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Мои в ребра Его, не вот оно, я. Я не поверю. Моя воля. Я. Я позабочусь об этом. Я не представляю, как Бог мог привезти мне деньги для очередной выплаты за машину до среды, тогда как вы полагаете, что вы могли это сделать. И послушайте это. Я не поверю. Боже мой. После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Он прошел сквозь дверь, стал посреди их и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим». Фома хотел что-то увидеть и вы не можете основывать веру и главное благословение на том, что вы видите. Главное благословение изменяет то, что вы видите в Эдемский сад, в котором есть мир во всех сферах жизни. Не будь неверующим. И Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой». Иисус сказал ему «Фома, ты поверил потому, что увидел». Не сидите просто так. Прокричите это мне. Благословлены! Иисус сказал «Благословлены невидевшие и уверовавшие». Вера, когда вы верите в то, чего не можете видеть, и вы освобождаете свою веру и называете несуществующее как существующее, высвобождает главное благословение и приносит его в теперь уже. давайте обратимся в 9-й главе книги бытия. «И благословил Бог Ноя и сынов его». Так, подождите, подождите минутку. Господь притормозил меня здесь и хотел, чтобы я прочитал вам кое-что другое. И я буду рад это сделать. 28-й стих 5-й главы. Не закрывайте это место в 9-й главе, потому что мы к нему вернемся. «Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших». Он знал, что здесь что-то грядет при возделывании земли, которую проклял Господь. И вы помните? Тяжелый труд, земля, но здесь что-то грядет. Он сказал, что с этим сыном это изменится. А теперь вернемся к 9-й главе. «И благословил Бог Ноя и сынов его, Сима, Хама и Иофета». Трех сынов «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. До страшатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Почему? Вернулось главное благословение. Вернулось главное благословение. Слава. Вернулось главное благословение. Вот эти слова были совершенной волей Божией для всех людей на все времена. Первые слова, которые услышал человек, но затем Адам промотал это благословение и Бог сразу же начал работать над тем, чтобы вернуть его обратно, чтобы вывести человека с этой проклятой земли и из этого режима тяжелого труда и вернуть главное благословение, чтобы оно работало в их жизни. Это было очень утомительным делом, но благодарение Богу вовеки Он не бросил это дело. И дальше Бог говорит ему, «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И мы не будем тратить время на то, чтобы читать все это, но по ходу Он сказал ему, «Благодаря этому завету земля больше не будет снова проклятой из-за того, что ты сделал». Аминь. Итак, земля была проклята. Это проклятие по-прежнему здесь, но когда вам доступно главное благословение, тогда проклятие должно преклонить свои колени перед главным благословением, и земля будет слушаться вас. И тогда у вас будет то, что Лерой Томпсон называет «помазанием лишенным пота». Аллилуйя, мне нравится эта фраза. «Помазание лишенное пота». Слава Богу. Итак, скажите громко, «Сим, Хам и Иофет». Двое из них, Хам и Иофет, не последовали за этим благословением. Они не приняли его. Они пошли своим путем. Они пытались сами себя благословить. И итогом всего этого была Вавилонская башня. И началась Вавилонская система. Да, она уже была начата. Но она начала брать вверх над торговлей и всем остальным. И началась война между ней. Но Сим ходил в нем. Итак, помня об этом, давайте обратимся к посланию к евреям. И мы начнем с пятой главы. Нет, извините, давайте вернемся к первой главе. мы говорили об этом несколько дней назад. И мы напомним себе это. Первая глава. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего. И так, подождите минутку. Я думал, что Авраам был наследником всего. Что ж, Иисус является семенем Авраама. «Сей будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесной престол и величие на высоте, держа все словом силы своей». Слово его силы это плодитесь, размножайтесь, владычествуйте и обладайте землей. и вся земля должна превратиться в Эдемский сад. Это было Слово Бога, и это то, что держит всю эту вселенную. Аминь. А теперь давайте перейдем к первому стиху третьей главы. «Братья святые, участники в небесном звании, участники в небесном звании». Давайте на этом остановимся. давайте обратимся к пятой главе. Девятый стих по-прежнему говорится об Иисусе, держащем все словом силы своей. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога». Вы это видите? «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Вернемся к третьей главе. «Братья святые, участники в небесном звании». вы участник, только поэтому он это и сделал. Ему не нужно было быть первосвященником по чину Мелхиседека. Вам нужно было, чтобы он был первосвященником по чину Мелхиседека. «Мелхиседека». Оно изначально было нашим. Именно поэтому ему пришлось стать человеком, чтобы вернуть его. Оно принадлежало нам, только лишь потому, что Адам отдал его дьяволу, еще не означает, что оно принадлежит дьяволу. «Участники в небесном звании, уразумейте, сосредоточьтесь на посланнике, на том, кого послал Бог, и первосвященники исповедания нашего, первосвященники нашего говорения того же самого, что говорит он». Именно таков дословный смысл этого стиха в греческом оригинале. Когда мы вкладываем его слова в наши уста и говорим то же самое, что говорит он, тогда он ответственный за то, чтобы исполнить это. Иисуса Христа, посланника, которого Бог послал быть первосвященником над Словом Божиим, когда мы его говорим. Иисуса помазанного, именно это Иисус и помазан делать. И вы пытаетесь упросить его, убедить его, плачете, причитаете, и вы пьете, пытаясь заставить его что-то сделать, говоря ему о том, как вам больно и какие вы слабы, говоря ему о том, как у вас ужасно болит спина и бедро, говоря ему все это. Почему ты никогда ничего до меня не сделаешь? Вы просите его сделать что-то, что выходит за рамки его призвания как первосвященника. Ну, я думал он был Господом над этим. Я ничего не сказал о нем как о Господе, я говорил о нем как о священнике. Он Господь над немощими болезнями, но он первосвященник над исцелением и чудесами. Понимаете? Он Господь над законом греха и смерти. Он первосвященник над законом духа жизни во Христе Иисусе. Жаль, что у нас нет больше времени на это, но вы можете изучить это. Вы уже раньше об этом много слышали. Итак, оставайтесь со мной. Давайте обратимся к 14 главе книги бытия. Я все еще заканчиваю. Просто заворачиваю за угол. Мы заканчиваем. Просто понимаете, иногда вам приходится ехать несколько медленно, заворачивая за некоторые из этих углов, потому что кое-что из этого люди никогда раньше не слышали. Итак, 14 глава. Вы уже там? 17 стих. Вы помните, что там только что произошло? Лота взял в плен задиристый народ, задиристый царь, который покорил все народы вокруг себя. Он был самым могущественным лидером. У них была самая могущественная армия, самые мощные экспедиционные войска на то время. И там упоминается о некоторых народах, которые возмутились и прогласили свою независимость. О, по ним был нанесен серьезный удар. Затем они взяли в плен Лота. Ошибочный шаг. Теперь уже задействовано главное благословение. Хорошо, вы все еще со мной? Тогда Бог вооружил 318 человек из дома Аврама, и они преследовали этого царя, Кедор Лаомера. Неудивительно, что он был плохим. с таким именем. Они не так его произносят, но это мы его так произносим, поскольку по-другому не знаешь, как его выговорить. Кедор Лаомер. Кедор Ла О Мер. Теперь вы запомните его имя. 318 человек под властью главного благословения полностью разгромили самую большую армию в той земле. Многие, многие, многие войска. Но у них были стратегии и все остальное, о чем те никогда раньше даже не слышали. Люди Аврама научились этому в главном благословении. Бог научил их воевать. Если вы посмотрите часть вашего благословения, знаете, я верю в духовную войну, в духовную брань. Это по Писанию. Когда злые нечестивые духи нарушают законы Божьего мира и благополучия и обрушивают на людей угнетение, смерть и боль, у нас есть духовная власть противостать им. Вот тогда-то и восстает князь мира и становится мужем брани, чтобы остановить это. Но если вы хотите потерпеть поражение в духовной войне, воюйте, придерживаясь своего пути, а не его пути, и вы каждый раз будете побеждаемы. Мы видели достаточно тому примеров. Итак, они победили эту армию. И обратите внимание, когда он возвращался после поражения Кедор-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину. И восемнадцатый стих. Мелхиседек, царь Салимский, царь Иерусалима, лорд-мер, оно переведено как царь, но он был лорд-мером Иерусалима. Вот что означает Мелхиседек. Вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Аврам от Бога Всевышнего Владыки неба и земли. Помните, что мы читали в послании к римлянам? Это было обетование. По сути, он не сказал, что Бог был ладыкой неба и земли. Все и так уже это знали. Но из-за того, что Аврам был от Бога, был в завете с Богом и был благословен, он стал владыкой неба и земли. Под тем благословением Адам владел небесами и землей? Да, владел. Но он отбросил это, а дьявол взял это. Итак, вот человек, у которого было главное благословение, как он это получил? Как оно сошло на него? Помните, Ноя, Сима, Хама и Яфета? Двое из них пошли своим путем и через много лет они породили вавилонскую систему этого мира. Тяжелый труд, попытку заработать на жизнь, править, осуждать, подавлять людей для того, чтобы заполучить все, что у них было. Это не Божий путь того, как и что делать. Они попрали «Главное благословение». Главное благословение предполагало наполнять землю. Они сказали, «Мы боимся, мы будем рассеянны по всей земле». И вы можете видеть, что они сделали. Они не приняли того, что сказал о нем Бог. Они сказали, «У нас есть путь получше, мы не хотим быть рассеянны по всей земле, мы не хотим этого делать». С другой стороны, Сим сохранил его и ходил, ходил и ходил в нем и служил им, и он стал лидером школы пророков в Иерусалиме. И вот теперь он был лорд-мэром Иерусалима. И трудно предположить, кем еще там был Сим. Сим это Мелхиседек. Было самое время сказать «Ага». Не так ли? Сим был Мелхиседеком и он вышел навстречу. Видите? Авраам поднял свою руку к Богу. Об этом говорится чуть ниже. И сказал царю Содомскому «Мне не нужно ничего из того, что у тебя есть. Я поднял свою руку к Богу. Я принял его завет. Пусть никто никогда не скажет». Какой-то человек обогатил Авраама, а не Бог всемогущий, или Авраама, а не Бог всемогущий. Вы видите, что он сделал? И это побудило к действию Бога через Мелхиседека. И Мелхиседек вышел туда. И я хочу, чтобы вы увидели, почему Мелхиседек был там. «Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему. он не заплатил для отделения десятины платить. Это слово тяжелого труда. Вы не платите десятину. Вы никому ее не должны. Авраам дал десятую часть из всего. И затем он пошел дальше с тем, что мы только что обсуждали. А теперь вернитесь, пожалуйста, к посланию к евреям. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Братья святые, участники в небесном звании. Вы со мной? Хорошо, теперь давайте посмотрим конец шестой главы. Нет, опустимся не до самого ее конца. Давайте поднимемся чуть выше и прочитаем, начиная с шестнадцатого стиха. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Другими словами, когда заключен завет, это кладет конец всем спорам об этом. «Бог желает». Вера начинается там, где известна воля Божья. Бог хочет что? Бог хочет, он страстно желает, чтобы у вас было это, и чтобы вы были благословлены, были богаты так, как вам и не снилось, и были настолько здоровыми, что дьявол не сможет сделать вас больными. Не после того, как вы попадете на небо, а здесь. небеса должны быть просто следующим шагом, а не гигантским скачком от тяжелого труда на небеса. Вам придется провести много времени, учаясь. Вам нужно научиться говорить, вам нужно научиться верить и так далее. Оказавшись на небесах, вы не побежите к престолу благодати со словами «Ух, можно просто умереть от радости». Только не там. Вы не приносите туда смерть. Какому-то десятилетнему подростку, который пробыл там уже достаточно времени, придется научить вас некоторым вещам. Или же вы можете войти туда с великим почетом. Когда на небеса входил Стефан, Иисус встал. И иногда я перечитываю то, о чем он проповедовал, и когда вы доходите до конца его проповеди, то он фактически говорил о главном благословении. И когда он закончил, они начали побивать его камнями. Они не удостоили привилегии убить его. Он заснул и просто упал, позволив им добить его безжизненную оболочку. Небеса открылись. Он увидел Иисуса, и он устремился туда, а его тело лежало на земле. Прости им, Господи, не вмини им греха сего. Они не знают, что делают. Иисус встал и сказал, «Отправляйся домой, старина, тебе пора уйти оттуда». Аллилуйя. Боже мой. И обратите сейчас внимание. «Посему и Бог, желая преимущественнее» Какие еще слова он должен использовать, чтобы донести это до вас? «Это является самым важным в сердце Бога». преимущественнее показать наследникам обетования разве не таковыми вы были только что названы? Братья, святые, участники в небесном звании, наследники обетования в третьей главе. Непреложность, абсолютную невозможность изменить его слово. Показать непреложность своей воли употребил впосредство клятву. Я раньше один раз уже об этом упоминал. Но я должен вставить это здесь и напомнить вам об этом, для того, чтобы это могло действительно глубоко укорениться в вашем духе. Когда Авраам умер, Бог явился Исааку, встал перед ним и сказал, «Я исполню клятву, которой я клялся твоему отцу Аврааму». «Я исполню ее». Есть целые религии, пытающиеся понять, как заставить Бога что-то исполнить. А он никогда не изменялся. Встаньте на ту клятву, которую он поклялся Аврааму. Он исполнит ее. Все остальное, что вы придумывали насчет того, почему он делает это и не делает то, неужели он не видит, что я нуждаюсь в этом? Бог не бегает повсюду, восполняя нужды просто потому, что это нужды. Если бы он так делал, он бы повсюду следовал за дьяволом. Бог не лицеприятен, но он уважает веру. Встаньте на слово его силы, и он будет держать вас. Итак, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, в символах завета, надежда, которая для души есть как бы якорь, она ставит на якорь наши эмоции, она ставит на якорь наш разум, она ставит на якорь нашу волю в нем. Мы верим в то, чего не можем видеть, и мы называем несуществующее, как существующее, потому что мы знаем, что благословение Авраама пришло, и оно работает для меня 24 часа в сутки, и это лишь вопрос времени, им такого уж долгого, Аминь. Почему? Потому что у меня есть первосвященник, который никогда не спит и не дремлет. Куда предтечию, извините, надежда, которая для души есть как бы якорь безопасной и крепки, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек, навек по чину Мелхиседека. У Мелхиседека был чин. Что по этому чину он должен был сделать? Мы знаем две вещи. он должен был заключить завет, что Иисус и сделал. Вот он, он называется Новый Завет. Это то, что мы читаем. Он был утвержден на земле, и мы то поколение, в руках которого есть все это. Он должен был принять, Мелхиседек должен был принять десятину Авраама и передать благословение Ноя в руки Авраама. Благословение Ноя в руки Авраама. Вы это видите? Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, Тот, Который встретил Авраама и благословил его. Хорошо. Давайте перейдем к шестому стиху. Но сей непроисходящий от рода их получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Он получил десятину и благословил. Он получил десятину и благословил. Именно это и было поручено Мелхиседеку сделать, верно? Иисусу, первосвященнику, участниками священства, которого мы являемся, поручено то же самое. Фактически, все было даже по-другому. Мелхиседеку было поручено то, что было поручено Иисусу, первосвященнику. Но оно должно было быть ему поручено, и он должен был поступать на основание этого для того, чтобы Иисус мог быть первосвященником. Так что первоначально это было поручено Иисусу. Без всякого же прикословия. Что значит без всякого прикословия? Это никогда не изменится, и это даже не обсуждается. В этом задействован завет. Вы помните? Мы об этом читали. Меньший благословляется большим. так оно и во всем теле Христовом. Бог благословил. Затем Иисус благословил. И теперь те из нас, которые благословлены, мы ходили в этом дольше других, мы поворачиваемся и благословляем других, которые приходят в Царство Божье. Мы учим, мы обучаем, мы благословляем, и мы поднимаем их. И грядет тот день, когда мы, мы неплохо преуспеем, и произойдет восхищение Церкви. Мы сделаем еще один шаг, и главное благословение прославит ваше тело. О, благодарение Богу, брат Копланд, и мы просто умчимся отсюда. Кто сказал? Я предупреждал вас, что вы услышите некоторые вещи, которые еще не слышали. Кто сказал, что вы сразу же уйдете? Подкрепите мне это, пожалуйста, местом Писания. Как только ваше тело будет прославлено, те из нас, которые будут живы, ведь сначала воскреснут мертвые во Христе, а затем те из нас, которые будут живы. Они что? Там не говорится, что мы уйдем во мгновение ока. Там говорится, что мы изменимся во мгновение ока. Разве мы не являемся сонаследниками с Иисусом? После того, как он был прославлен и воскрес из мертвых, открылись многие гробы, и они все пошли свидетельствовать своим семьям. Что заставляет вас думать, что вы будете какими-то другими? Иисус оставался здесь шесть недель в прославленном состоянии. Некоторые узнавали его, некоторые нет. Помните, на дороге в Маус те два ученика не узнали его. Они не ожидали его увидеть. И Иисус просто продолжал учить и проповедовать им из Слова Божьего, сеять в них семена откровения. И когда они сели, что он сделал? они сели ужинать. И что он сделал? Что он сделал? Я от вас не отстану. Что он сделал? Что он сделал? Он благословил пищу. И они узнали его. Они узнали это благословение. Боже мой. как только главное благословение было высвобождено в их присутствии, оно поднялось внутри него не из-за того, что он показался им знакомым, а благодаря главному благословению в них они узнали, кто он был. И что он сделал? Он сразу же исчез. Почему? Чтобы не позволить их вере быть сбитой с толку чем-то, что они увидели. Он дал им основание в Слове Божьем благословил их и исчез, чтобы они могли верить тому, чего они не видели, и позволить этому благословению продолжать работать. Итак, о, Господь, мы добрались сюда. Я шел к этому несколько дней. И вот мы здесь. Это так здорово. Меньший благословляется большим. И здесь. Где здесь? На земле. Прямо сейчас. Там, где вы сейчас. Если вы часть тела Христова, тогда вы здесь. И здесь десятины берут человеки смертные, пастыря и служители Евангелия, А там Иисус по чину Мелхиседека, имеющий о себе свидетельство, что Он живет. В других переводах Библии говорится, что Он живет вечно. Вечное священство. Вы это видите? Вы понимаете, в чем здесь суть. Говорю вам, отделение десятины – это самое важное в жизни. Дело не в том, что вы должны давать десятину. Боже мой, дело в том, что вы можете отдавать десятину. Каждый раз, когда вы берете свои десятины, не просто бросаете их в корзину или не просто договариваетесь с банком, чтобы он ежемесячно перечислял 10% вашего дохода на счет церкви. Если у вас есть с банком такая договоренность – это нормально. Но тогда возьмите эти платежи. Не ждите, пока вы придете в церковь. Бросите десятину в корзину. Это не приношение десятины. Вы приходите с ней к нашему вечному Мелхиседеку и с восторгом и радостью. О, мой Господь Бог! Говорите, посмотри, что главное благословение принесло в нашу семью. Посмотри, Господь, вот оно. Начатки. Первый плод. Если бы я был Адамом, он бы остался на том дереве. Я приношу тебе твой плод, Господь. Вот твои начатки, Господь. Скажи это, Иисус. И вы просто можете слышать его. Благословенные Кеннет и Глория Копланд от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Благословлены вы при входе. Благословлены вы при выходе. О, мы любим приносить десятину. Мы любим давать Господу Богу. Мы любим отделять десятину. Мы отделяем десятину с доходов нашего служения. Мы отделяем десятину со всего. Знаете, время от времени кто-то может посеять то, что мы называем большим семенем. Оно не такое уж большое для Бога, но оно большое для нас. И вы привыкли думать, о, посмотрите на это. Это так много. Вы выходите на такой уровень, когда вы думаете. Десятина в миллион долларов. Да, я всегда хотел это сделать. Вы приходите к Богу и говорите, да, да, вот твой миллион долларов. Посмотри, что главное благословение принесло нам. Это так здорово. Что-то Господь хочет, чтобы я с этим сделал. Что ж, я хочу, чтобы ты дал сто тысяч долларов той церкви. Я хочу, чтобы ты дал сто тысяч долларов вот сюда и пятьдесят тысяч долларов вон туда. И мне хочется поскорее это сделать. Я проснулся однажды в воскресенье утром, и ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, я хочу, чтобы ты встретился с тем-то и тем-то. Тот человек жил в восьмистах километрах от нас. И Господь сказал, садись на самолет и приедь сюда еще до начала служения церкви. Я хочу, чтобы ты был на этом служении церкви. Не предупреждая его о том, что ты приедешь, ничего ему не говори. Просто приди и сядь на первом ряду. Он увидит тебя, и он тебе что-то скажет. И вот о чем я хочу, чтобы ты проповедовал. От проповедуй об этом, потом повернись к нему и отдай ему свой кадиллак эскалада. Слава Богу! Нам предстоит миссия отделения десятины. Я вскочил в самолет, и мы устремились туда так быстро, как только могли. Мы прилетели туда, взяли на прокат машину и поехали в церковь. И когда все собрались, я уже сидел на первом ряду, и тот человек сказал, я говорил вам, я говорил вам, я говорил вам, я повторял вам снова и снова, что в один прекрасный день брат Коплан без всякого предупреждения приедет на одно из воскресных служений, и я попрошу его проповедовать. И они просто восклицали и восклицали. Когда я понял, почему Бог послал меня туда, тот человек говорил это. Если вы послушаете, что он говорил, понимаете, он говорил это не для того, чтобы заставить меня приехать. Он говорил это для того, чтобы благословить свою церковь. Бог послал меня туда, и я проповедовал то послание, которое Господь сказал мне проповедовать, и я сказал, и вот моя последняя миссия здесь. Пастор, я должен отдать вам мой кадиллак эскалада. И я бросил ему ключи от машины. Я сказал, дайте мне пару дней, поскольку я только сегодня утром получил это послание. Мне нужно вернуться домой и перевести его в порядок. Я вернулся домой, поставил на него новый комплект шин, привел его в полный порядок, и я позвонил тому пастору и сказал, теперь можете приезжать забирать его. Я сказал, нет, не приезжайте за ним. Я пошлю кого-нибудь к вам с ним. Это приношение десятины скоростным образом. Но вы делаете это, когда вы ходите в главном благословении. Вы не делаете это, когда вы работаете в поте лица и платите 10% от того, что вы получаете как арендную плату. Нет, нет. Именно поэтому людям было трудно принимать десятины, потому что они никогда не слышали, чтобы об этом так проповедовалось. Мы просто знали в своем сердце, что было правильно это делать, поэтому мы начали это делать. Но когда вы присоединяетесь к этим участникам с Иисусом, и Мелхиседеку, и Аврааму, и Иову, и всем остальным чрезвычайно богатым, сильным, исцеленным мужам и женам Божьим, вы становитесь частью галереи почета на небесах, подобной 11 главе послания к евреям. Повесьте там свою фотографию. Мой отец устроился на работу в маленькую страховую компанию, когда я был еще мальчиком. Только-только становящимся подростком. Мне было 14 лет. И он начал работать в этой компании. И он действительно преуспел с этой компанией. Это была маленькая компания. Мой отец был в той группе людей, которые сделали ее большой, успешной компанией. И мои родители делали это, отдавая десятину. И когда вы заходите в их офис, в Литл Рок, штат Арканзас, у них там есть так называемая галерея почета. И однажды я зашел туда и увидел галерею почета. Там висят все эти фотографии. И на той стене была фотография моего отца, прямо рядом с первым рядом. Говорю вам, у меня по коже мурашки побежали. Я сказал, это мой папа. Это мой папа вон там. Ваши дети, придя на небо, скажут, Вот моя мама. О да. Они увидят вас, идущими по улице в грядущих веках. И молодые люди, которые еще только подрастают. Один из них повернется к другому и скажет, посмотри на них. Видишь их? Видишь этих людей? Это прославленные люди. Таких, как они, больше нет. Таких, как они, никогда больше не будет. Они как Иисус. Они сражались. Им наносили шрамы. И они использовали это благословение в силе и власти в имени Иисуса. И они вытеснили дьявола с лица земли. О, они прославленные. Обязательно помаши им рукой, когда они будут проходить мимо. Они могут поговорить с тобой. Это все согласуется с Писанием. Герои веков. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Мы углубимся в это на нашем первом собрании завтра и воскресенье утром. Не пропустите их. Мы пойдем настолько далеко, насколько Господь нам это откроет. И ваше отделение десятины станет совершенно другим. Аминь. Бог благословил вас возможностью быть в одной из самых сильных церквей в этой части мира. Эта церковь никогда, никогда не должна испытывать финансовые трудности. Ваши дни тяжелого труда закончились. Вы больше не работаете для того, чтобы заработать на жизнь. Вы работаете для того, чтобы давать. Вы работаете в послушании Богу. Вы там, где Он сказал вам быть. Если вы не там, где Он сказал вам быть, начните молиться и оставайтесь там до тех пор, пока вы не узнаете, где вы должны работать, где вы должны быть. И отправляйтесь туда. Несите туда главное благословение. Просто позвольте Эдемскому саду течь. Встаньте и воскликните Господу. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Мы прославляем тебя и поклоняемся тебе сегодня. Мы открываем наше сердце. Мы открываем наш разум, чтобы принимать откровение с небес. Откровение об Иисусе. Его жизнь. Его пути. Его слово. Его ум. И все, что есть у небес. Мы принимаем это. Во имя Иисуса. Аминь. И прежде чем вы сядете, скажите как минимум трем людям. Вы благословлены. Я благословляю вас во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте откроем наши Библии на нашем базовом месте Писания. А именно, притчи 10.22. Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Вы благословлены не потому, что вы богаты. Вы богаты, потому что вы благословлены. Благословение обогащает. Вы понимаете? Главное благословение обогащает. Этот мир, как мы видим в 72-м псалме, этот мир, нечестивые, которые процветают в этом мире, гоняются за богатством, чтобы они могли быть благословлены. Только так они могут это делать. Но благословение Господне обогащает. И печали с собой не приносит. Скажите это. Я благословлен не потому, что я богат. Я богат, потому что я благословлен. Я благословлен не потому, что я исцелен. Я исцелен, потому что я благословлен. Замечательно. Хвала Господу. Вам нужно постоянно это повторять. Этот мир и наш образ мышления до того, как мы обратились к Слову Божьему, был перевернут вверх дном. Аминь. Теперь давайте откроем третью главу послания к Галатам. Галатам, третья глава. И давайте начнем читать седьмого стиха. Я хочу вам напомнить, мы уже знали это раньше, но на протяжении последних трех дней мы снова возвращались к этому. Особенно вчера, что благословение Авраама было приведено в действие веры Авраама, верно? Четвертая глава послания Кримлина, мы изучали это. И оно по-прежнему так. Благословение Авраама по-прежнему приводится в действие верой Авраама. И обратите внимание на седьмой стих. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог в верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, предвозвестило, то есть Бог проповедовал Аврааму, Евангелие. Аминь. Если Бог проповедовал, мне бы хотелось там тогда быть. А вам? Слава Богу. Очень хорошо, что вы здесь, потому что Бог проповедует сегодня. Хвала Господу. Не я, но тот, кто во мне. Аллилуйя. И тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Аллилуйя. Итак, слушайте очень-очень внимательно. Потому что я вам уже сказал, что на этом служении нас ждет твердая пища. Мы будем говорить о серьезных вещах. Слава Богу. Итак, слушайте внимательно. Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так, верующие благословляются. Скажите, я благословлен с верным Авраамом. Подождите минутку. Библия говорит, что Авраам был очень богат. Скотом, серебром и золотом. И мы можем продолжать исследовать Писание и увидеть все сферы, в которых Авраам был благословлен. Слава Богу. И он не был таковым до того, как Бог призвал его из ура халдейского. Он поклонялся луне. А теперь прочитайте тринадцатый стих. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятвы или проклятием. Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». И вы видите здесь этот знак припинания, эту запятую? Это означает «чтобы». чтобы благословение Авраамова распространилось на язычников. И здесь слово «язычники» означает «народы». Народы. Бог благословил Ноя и сыновей его, Сима, Хама и Иофета. Это все человечество. Но Хам и Иофет не ходили в этом благословении. Они отбросили его. А Сим сохранил его. И Сим стал Мелхиседеком. Это был его титул, который был лорд-мэром Иерусалима. Он возглавлял школы пророков. Он был живым мудрецом Божьим в то время. И когда Мелхиседек вышел и благословил Авраама от Бога Всевышнего, когда тот принес свою десятину, и благословил его, то когда Бог сказал «народы», он говорил о Хаме и Иофете. Это все существующие люди. Когда Бог благословил Адама, это предназначалось для всего человечества. Адам отбросил это. И тогда Бог сразу же взялся за дело, чтобы вернуть это. И через ное это началось, и Он благословил его сыновей. А Бог когда-либо изменяется? Нет, нет, нет. И так и дальше. И мы только что прочитали о результате этого. Христос Иисус через Свою жертву, через Своё воскресение из мертвых искупил нас от проклятия. И мне нравится читать это следующим образом. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на всех остальных нас, чтобы нам получить обетование Духа верою. всем нам. И прочитайте 29 или даже 28 стих. Нет уже Иудея, это Сим, ни язычника, нет раба, ни свободного, аллилуйя, ни Иудея, ни язычника. Что это собой представляет? Всех нас, слава Богу, индейцев, слава Богу, аминь, чернокожих, белых, коричневых, желтых, красных, всех нас. Я уже проповедовал себе сегодня эту проповедь, и когда я закончу, вы будете в таком же восторге, что и я. Всех нас. Всех нас. Аллилуйя. Итак. Аллилуйя. Бог проповедовал Аврааму Евангелие. Позвольте у вас кое-что спросить. Будет ли Иисус проповедовать какое-то другое Евангелие, отличное от того, которое Бог проповедовал Аврааму? Конечно, нет. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки. Четвертую главу. 18-й стих. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать или проповедовать Евангелие нищим. Вы пустили сейчас возможность воскликнуть. что Он проповедовал нищим. Вы благословлены через благословение Авраама, вашего отца. И благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Бога не устраивает то, что вы нищие. Он не будет обвинять вас в том, что вы были нищими, но скажу вам, это выступит против вас, если вы узнаете об этом, и вы выбираете оставаться нищими. Вы меня слышите? Я сразу буду говорить прямо. Позвольте мне прочитать вам это так, как Дух Святой прочитал это мне много лет спустя. Ему пришлось изменить мое мышление в отношении этого из-за пунктуации здесь. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, являющимся сокрушенными сердцем, которым нужно исцеление, проповедовать освобождение, именно нищие и нуждаются в освобождении, пленным и слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. и в глазах Бога это все находится под проклятием. Если в вашей жизни есть что-либо из этого, вы нищие. Неважно, есть у вас деньги или нет, вы нищие, если вы не можете видеть. Вы нищие, если вы сокрушены сердцем. Именно поэтому Иисус прочитал это местописание и сказал «Сегодня исполнилось Писание сие слышанное вами». Он говорил им «Сегодня слепые, вам не нужно быть слепыми. Я здесь». Аллилуйя. А как насчет проповедования лета Господнего благоприятного? Это было сверхъестественное погашение долгов. Верните обратно ту землю, которая потеряла ваша семья. «Разрушьте долг». Помните, что было величайшей проблемой сатаны с Иовом, богатейшим человеком на Востоке? Он пришел перед Богом и сказал «Разве даром богобоязнен Иов? Ты благословил его, и ты оградил его кругом. Стена главного благословения». Скажите это. «Вокруг меня стена главного благословения». Помните, мы говорили об этой вавилонской системе торговли? Этот мир у нее в ловушке. Если вы обращаетесь к этому источнику, вы раскрываете свою финансовую информацию, и вы заключаете завет с этой системой, чтобы восполнять свои нужды, благословения. вы это делаете, вы разрушаете защиту своей стены благословения. Вы ограничиваете всю остальную свою финансовую жизнь, и всю остальную свою жизнь благословения. И Бог будет действовать в ваших интересах до тех пор, пока вы ходите верой, и в определенной степени, но невозможно делать что-то здесь, чтобы оно не влияло на что-то другое вот здесь, в духовной сфере. Это невозможно. И когда вы находитесь в такого рода положении, и эта стена благословения повреждена, тогда повреждено все вокруг вас, и теперь вы в плену, и вы не можете подняться выше этого уровня до тех пор, пока вы не покаетесь и не скажете, «Слава Богу, я забираю обратно то, что является моим во имя Иисуса, я принимаю лето Господне благоприятное, это часть главного благословения, и я принимаю мое сверхъестественное погашение долгов, и мое искупление из руки Вавилонской империи». Спросите, откуда я знаю? Я свободен от долгов вот уже 42 года, слава Богу. Именно так я этому и научился. Аминь. Аллилуйя. Жаль, что у меня нет времени остановиться на этом поподробнее и рассказать вам некоторые вещи. О-о-о. Итак, шестая глава послания к евреям. Надеюсь, вы приготовились сегодня восклицать. Мы уже на подходе кое к чему. Итак, давайте быстро кое-что напомним. Во-первых, из пятой главы. Взгляните на пятую главу. В десятом стихе говорится об Иисусе. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Хорошо. А теперь прочитайте первый стих третьей главы. «Итак, братья святые, участники в небесном звании». «Мы участники в его небесном звании по чину Мелхиседека». Мы подробно разбирали это на предыдущих собраниях. Возможно, недостаточно подробно, но того, что мы успели разобрать, достаточно для того, чтобы вы могли сами это изучить. «Итак, шестая глава, тринадцатый стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, «Истинно благословляя благословлю тебя». Послушайте. «И размножая, размножу тебя». Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Аминь. «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Именно для этого у нас и есть копии этих заветов. Так что мы оканчиваем всякий спор вот здесь. Написано. «Итак, Бог желает преимущественнее показать наследникам обетования ». Какого обетования? «Размножая разножу тебя, благословляя благословлю тебя». И непреложенность, абсолютную невозможность изменить Божью волю, Божье слово, Божье обетование, Божью клятву. Аминь. А теперь, 26-я глава Бытия. Не открывайте, я просто быстро поделюсь этим с вами. Мы упоминали об этом несколько раз на предыдущих собраниях. Когда Авраам умер, Бог явился Исааку. У него тогда не было записанного Слова Божьего. Богу нужно было заверить Исаака. Вера приходит как? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Только так Исаак мог его услышать. Не упрашивайте Бога явиться вам. Он уже явился Исааку. Вам не нужно, чтобы он вам являлся. Просто прочитайте то, что он сказал Исааку и вперед. Аминь. Ну, возможно, я буду сильнее в это верить, брат Коплант, если бы я смог увидеть это. Нет, нет, нет. Вы не были здесь на прошлом собрании. Нет, нет. История и уверовавшая. Итак, он сказал, я исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Которая звучала как? Благословляя, благословлю тебя, размножая, размножу тебя, наполняйте землю. И так далее. Благословение Авраама. Разве мы уже не читали, что это Евангелие? В брат Коплант я думал, что спасение это Евангелие. Да, так и есть. И спасение является частью главного благословения. Исцеление является частью главного благословения. Процветание является частью главного благословения. Небеса в будущем это часть главного благословения. Помните 25 главу Евангелия от Матфея, когда Иисус сказал, когда отделят овец от козлов. Что царь скажет овцам? «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, которое Он обещал вам». Аллилуйя! Слава! Слава, слава, слава! А теперь, помня все это, послушайте внимательно. Первый стих седьмой главы. «Ибо Мелхиседек, которым был Сим, стихом выше говорится, «Притечуя за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». И вы помните, что мы участники в этом звании, верно? Другими словами, Он сделал это для нас. Он не делал этого для Иисуса, Он сделал это для нас. Именно поэтому Иисусу пришлось стать человеком. Он должен был быть семенем Авраама, и Он должен был быть под этим благословением. Аминь. И затем Он должен был быть тем, кто не отбросил Его и не попрал Его. Поэтому Он ходил по этой земле в главном благословении без меры. Каждое чудо, каждое исцеляние, все, что Он совершил на этой земле, Он делал как благословленный человек. Главное благословение работало без меры, поскольку Он говорил Слово Божье. Бог дал Ему Духа без меры. Воскресение было славой Божьей посредством Духа Божьего. Это было под властью главного благословения на земле. То, что Бог воскресил Его из мертвых. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Отец во имя Господа Иисуса, мы открываем свое сердце и свой разум, чтобы принимать откровение с небес. Мы благодарим Тебя за Него. Откровение оба Иисусе на земле и в нашей жизни. И мы воздаем Тебе честь и хвалу. Мы верим, что получаем Его. Поэтому помоги нам, Боже, во имя Иисуса. Аминь. И перед тем, как сесть, повернитесь как минимум к трем людям и скажите, «Я благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа. Будьте благословенны». Аминь. Аллилуйя. Давайте снова откроем наши Библии на нашем базовом месте Писания. В книге Притчи, 10 глава, 22 стих. Я подожду, пока вы откроете свои Библии. Я хочу, чтобы ваши глаза еще раз увидели это место Писания и прочитали его. Если вы не взяли с собой Библию, прочитайте его вместе с тем, у кого она есть. Вы можете помнить вкус картошки, но вы ничего не получите от того, что просто будете его помнить. Аминь. Вам нужно ее есть. Хорошо дело то же самое и со Словом Божьим. 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Благословение Господне, оно что-то делает. Скажите, «Оно делает». Скажите это. Я благословлен не потому, что я богат. Я богат, потому что я благословлен. Я благословлен не потому, что я исцелен. Я исцелен, потому что я благословлен. Уделяйте время тому, чтобы размышлять над этим и говорите это Говорите это постоянно Я имею в виду, что это применимо ко всему, что вы видите Благодарение Богу, Аллилуйя И, конечно, вы благословлены, потому что вы богаты Но мы учимся тому, как взять эту вавилонскую систему торговли Которая поймала в ловушку этот мир, который думает Что им нужно добыть богатство для того, чтобы быть благословленными Мы должны развернуть это в другую сторону и осознать, что мы богаты, потому что мы благословлены Вы понимаете? Поскольку если делать это по-другому, оно приносит с собой печаль А так оно не приносит печали Иисус не против того, чтобы его народ был богат Мы выяснили это на прошлой неделе Он против алчности И если вы втягиваетесь в эту вавилонскую систему Она работает на алчности И вы иногда будете действовать в определенного рода алчности Даже если вы не осознаете, что вы это делаете Поскольку это та система, в которой вы находитесь Поэтому узнайте это Размышляйте над этим и говорите это много Итак, откройте вместе со мной послание к евреям Ибо Мелхиседек 7 глава, 1 стих Царь Салима Священник Бога Всевышнего Тот, который встретил Авраама И благословил его Возвращающегося после поражения царей Которому и десятину отделил Авраам от всего Во-первых, по знаменованию имени Царь правды А потом и царь Салима То есть царь мира Ко мне только что пришло слово от Господа Слава Богу Аминь Скажи мне это еще раз, Господь, как ты сказал это раньше Он встретил Авраама и благословил его Возвращающегося после поражения царей И здесь также сказано, что он Мелхиседек, был царем правды или праведности Для него благословить Авраама И назвать его владыкой неба и земли Если это было не так Или если это было в действительности не то, что он сказал Для него это было бы неправедным делом Вот что я услышал от Господа Бог именно это и имел в виду, когда он сказал Владыка неба и земли Он говорил это серьезно Мы видим это в 4 главе послания к римлянам Его обетованием быть наследником мира Было не по закону Но по праведности веры, слава Богу А мы унаследовали обетование Авраама Вы читаете об этом прямо там же в 4 главе послания к римлянам Там сказано, что оно по вере Чтобы было по милости Дабы обетование было не приложено для всего семени Всего семени А если вы Христовы, то вы семья Авраамова и наследники Наследники чего? Наследники чего? Главного благословения Да Но что есть главное благословение? Наследник мира Я же сказал, наследник мира Слава Иисусу! Аллилуйя Итак, он проповедовал Евангелие Бог проповедовал Евангелие Аврааму Верно? Мы об этом читали По-вашему, Иисус проповедовал бы какое-то другое Евангелие? Конечно же нет Поэтому не закрывайте это место в послании к евреям И откройте вместе со мной 4 главу Евангелия от Луки Когда вы начинаете ходить в этом И узнавать эти вещи Говорю вам Служение Иисуса Его двери просто открываются Все, что он делал на этой земле Он делал как семя Авраама Благословленное без меры Скажите это, благословленное без меры? Из-за того, что он проповедовал Из-за того, что он говорил слова Божьи Бог дал ему своего духа без меры Все, что он делал для того Чтобы благословлять эту землю Даже его воскресение из мертвых Духом Святым Должно было быть в рамках главного благословения Для того, чтобы это произошло Поэтому это было главное благословение Главное благословение Это венец власти людей На этой земле Поэтому это было главное благословение Которое воскресило Иисуса из мертвых И посадило его по праву руку величия на высоте Итак, Луки 4, 18 Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня Благовествовать нищим Помните, Иисус сказал Блаженны или Благословлены нищие И они благословлены не потому, что они нищие Они имеют на это право потому, что они нищие Кто такие нищие? Что ж, Он перечислил здесь всех, кто является нищим Это те, кто нуждается в исцелении Это те, кто нуждается в освобождении от сокрушенного сердца И освобождении из плена Слепые, нуждающиеся в прозрении Измученные, нуждающиеся в том, чтобы быть отпущенными на свободу Все эти вещи находятся под проклятием Все они под проклятием Все из перечисленного Поэтому слепой человек Это нищий человек И не важно, сколько у него денег Понимаете? Сокрушенный сердцем человек Это нищий человек Сколько бы у него ни было денег Он нищий И зачастую те деньги, которые есть в его руках Я знаю людей, у которых есть много денег И они не являются богатыми людьми Они нищие люди Они думают, как нищие И когда вы даете нищему человеку много денег И он по-прежнему мыслит, как нищий человек Он убьет вас, прежде чем позволит вам получить что-либо из этого Бог не против того, чтобы его народ был богат Он против того, чтобы вы были алчными Если вы действуете в этой вавилонской системе В той или иной момент вы будете практиковать алчность Осознаете вы это или нет Потому что на ней основана вся эта система В ней все функционирует на основании алчности Итак Евангелие Евангелие Слава Богу Аминь Евангелие Благая весть Что является благой вестью? Я благословлен Я благословлен при входе Я благословлен при выходе Я благословлен в городе Я благословлен на поле Слава Богу Аминь Аллилуйя Я вошел в его место покоя Я вошел в его покой Я успокоился от своих собственных дел Аллилуйя Главное благословение работает для меня Главное благословение работает для меня Главное благословение работает для меня. Давайте вернемся к посланию к евреям. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды. Мы здесь сейчас к чему-то подходим. Поэтому слушайте внимательно, хорошо? Давайте перейдем к четвертому стиху. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. А теперь прочитаем шестой стих. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Он получил десятину. Итак, он царь правды или праведности. Он в правильном положении перед Богом. Он был там, потому что Бог послал его туда. Зачем? Чтобы передать это благословение, которое после Адама перешло к Ною. Поэтому оно было у Симы. И теперь переходило к Аврааму, который должен был стать Авраамом, по линии которого потом придет Иисус и даст нам с вами возможность быть наследниками. О, говорю вам, мы уже близко. Мы уже на подходе. Хвала Господу. Без всякого же прекословия, Я выговорил это. Меньший благословляется большим. И здесь... Где здесь? Здесь, на этой земле. Прямо сейчас. Десятины берут человеки смертные. А там, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Мы отдаем десятину ему. Там, в четвертой главе Евангелия от Луки, Одним из того, о чем благовествовал Иисус, было «Лето Господне благоприятное». «Лето Господне благоприятное» — это сверхъестественное погашение долгов, возврат всей потерянной собственности из-за этой вавилонской системы, воссоединение семей, когда они снова становятся целостными. Все это включает в себя «Лето Господне благоприятное». И когда Иисус проповедовал это в тех церквях, Он говорил им... Понимаете, Он проповедовал главное благословение. Это были иудеи. Они понимали, что должны были быть благословленными. Они семьи Авраамова. Но они сделали из этого такую религию, что они очень слабо себе это представляли. Некоторые из них никогда об этом и не слышали. Иисус сказал, «Посмотрите, я здесь. Я ваш юбилейный год. Я здесь». Слепые, вам не нужно быть слепыми. Нищие, вам не нужно быть нищими. Сокрушенные сердцем, вам не нужно быть сокрушенными сердцем. Больные, вам не нужно быть больными. Должники, вам не нужно сидеть в долгах. Говорю вам, вы благословлены. И помните, что сатане больше всего не давало покоя? Когда дело касалось Иова, который был самым богатым человеком на Востоке. Когда сатана пришел перед Богом, он сказал, «Разве Иов служит тебе просто так? Ты благословил его». Теперь вы знаете, почему Иов был самым богатым человеком на Востоке. Ты благословил его и оградил его кругом, стеной главного благословения. Скажите это. «Вокруг меня стена главного благословения». И она не пришла с небес, она вышла изнутри вас. И если она не может отсюда выйти, она не может вас окружить. Вы хотите сказать, что никогда не слышали о всеоружии Божьем? Именно. И когда вы преклоняете колени перед Вавилонской, понимаете, я говорю об этой Вавилонской системе, вы преклоняете колени перед Вавилонской системой, чтобы получить восполнение ваших нужд, и вы раскрываете свою финансовую информацию, информацию о своих личных финансах. Конституция защищает наши права, которыми мы наслаждаемся. Например, ваши доходы являются конфиденциальной информацией. Я не могу пойти и получить информацию о ваших доходах. Если я попрошу ее у вас, и вы мне ее предоставите, то теперь с этой информацией можно делать что угодно. Я могу напечатать ее на первой странице в газете, и вы ничего не сможете с этим поделать. Вы не можете подать на меня за это в суд. Вы пренебрегли своей защитой. Аминь. Итак, вы сдаете свои финансы в Вавилонской системе, вы лишились своей стены благословения. поскольку теперь этот взаимодавец становится головой, а вы хвостом, и он не может благословить вас. И вы по-прежнему можете действовать по вере, двигаться в определенных вещах. Бог будет делать для вас, что сможет, когда вы будете поступать и жить в вере. Но вы надели колпак на свою жизнь. Вы не сможете быть благословлены больше этого, поскольку дьявол будет приходить и красть это. Вы открыли дверь. В этой стене благословения есть брешь. Вы пробили ее. Особенно, если вы живете в распрях и непрощении. Библия говорит, что дьявол уловит вас в свою волю. Бог не отдавал Иова в руки дьявола. Иов сам отдал себя в руки дьявола. И это описано в самой первой главе. Он возносил все сожжения. Он боялся, что его дети похулят Бога. И он постоянно возносил одни и те же все сожжения. Снова, снова, снова и снова. То есть он не делал этого в вере. Он просто продолжал это делать и продолжал говорить. Продолжал говорить, продолжал говорить. Может быть, они согрешили и похулили Бога. И что сатана сказал Богу? Он проклянет Бога. Он похулит Бога. Особенно этот грех и нужен был сатане. Потому что, если бы он смог заставить Иова похулить Бога, сатана смог бы прибрать к своим рукам все его богатство и разрушить его влияние на всем Востоке. В этом суть ситуации Иова. Это дал ему право на двойное благословение. И он его получил. Писание говорит, что за посрамление вам будет вдвое. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с гонением или скорбью, вы должны ходить по дому восклицаясь так громко, как вы только можете. Я имею право на двойное благословение. Вся работа дьявола направлена на то, чтобы посрамить вас. Так, чтобы вы раскрыли свою конфиденциальную информацию в любой сфере вашей жизни. Вы раскрываете ее через неверие, вы раскрываете ее всякими другими способами. Откройте вместе со мной третью главу книги Малахии. Дорогой Иисус, Боже мой! Аллилуйя! Я еле себя сдерживаю. Малахия 3.10 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня». Говорит Господь Саваоф, «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» «Я, я, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». Как он это сделает? Стена главного благословения. Слава Богу! «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «И...» «Встаньте!» «И...» «Все!» «Скажите, все!» «Народы!» «Будут благословлены!» «Я знаю церковь, которая закупает новую бытовую технику, разные товары, одежду, стиральные машины, швейные машины, все, что только можно себе представить. У нее есть для этого огромное помещение. И они приглашают туда целые бедные районы и дают этим людям возможность сделать покупки. То есть... Я могу это взять? Да, берите. Бесплатно? Да, берите. О, брат Копман, вы начнете так делать, и эти бедняки вернутся завтра, хотя чего-то еще. А разве вы как раз и не пытаетесь заставить их вернуться завтра, хотя чего-то еще? Так думают нищие люди с деньгами. Эта церковь, слава Богу, делает это вот уже несколько лет. И многими из тех людей, которые пришли во второй год, были те бедные люди, которые приходили в первый год. Эта церковь огромными партиями закупает разные товары на эти проводимые ею дни покупок. Говорю вам, они могут скупить весь супермаркет, слава Богу. Они закупают велосипеды, игрушки, они закупают все, что только можно себе представить. Слава Богу! Слава Богу! Эта церковь! Эта церковь! Эта церковь! Скажите, моя церковь благословлена! Я изолью на вас благословение до избытка. Так что у вас не будет достаточно места, чтобы вместить их. Скажите это. Я благословлен! Я благословлен! Благословение без меры! Что ж, воскликните Господу! Слава Богу! Теперь вы можете понять, почему Бог всегда настаивал на нашем даянии в качестве ответа на Его даяние нам. «Сейте семя!» И пятница всегда является у нас днем пожертвования. Так сказал мне Господь, и я делаю это все эти годы. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет, человек то и пожнет. Именно поэтому Иисус сказал, «Блажение давать, нежели принимать». Его слово является источником главного благословения. И когда мы даем в послушание этому слову, особенно в ответ на наставление словом благословения, тогда это высвобождает главное благословение в нашей жизни финансово. Аминь. Теперь мы, наконец, можем понимать это слово более-менее глубоко. Хвала Господу. Отец, я молюсь сегодня за эти пожертвования. Во имя Иисуса мы высвобождаем нашу веру. Мы принимаем их вместе по всему миру. То, что мои партнеры и люди сеют в эти передачи. Я высвобождаю благословение Господне. Будьте благословлены во имя Иисуса Христа из Назарета. Аллилуйя. Без меры. Аминь. Слава Богу. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования не уходят в Соединенные Штаты, чтобы потом быть перечисленными на оплату телевизионных расходов в вашем регионе. Нет, нет, нет. Они остаются в вашем регионе. Вы вкладываете в свой регион. Аминь. Чтобы помогать назидать вашу церковь, помогать назидать вашего пастора, помогать назидать все вокруг вас, что вы могли учиться тому, как ходить в такого рода благословение. И величайшее семя, которое вы можете посеять, у нас в Америке отмечается День Отца. И даже если в вашей стране нет такого праздника, позвоните своему папе и благословите его. Ну, вы не понимаете, какой старый... Нет, 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 нет. Слово Божие говорит почитать своего отца и свою мать. Это не основывается на том, что они сделали или не сделали. Это основывается на Слове Божьем. Если вы почтите и позвоните ему и скажете просто благословите его, приведите его к рождению свыше, если он еще не рожден свыше, благословите его, если он рожден свыше, начните что-то в своей семье, что будет самым благословенным, что вы когда-либо видели, слава Богу. Если вы хотите заказать наши книги, то вся информация сейчас на вашем экране. Будьте частью хорошей церкви. Продолжайте смотреть наши передачи. Аминь. Аллилуйя. Это было здорово, не так ли? До следующей встречи и помните Иисус Господь. Субтитры создавал DimaTorzok